16 марта в торжественной обстановке прошло открытие первого в республике диализного центра для оказания медицинской помощи людям с заболеванием почечной недостаточности в рамках инвестиционной программы Nefraline. На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации муниципального образования города ХСР Исмаил Дадаев, руководитель проекта Салавдин Мамаков, региональный менеджер по развитию диализных центров Алексей Туканов и главный врач Центральной городской больницы Алжанат Гаджиева, а также медицинский персонал и горожане. Первым словом было предоставлено Исмаилу Дадаеву, который обозначил о том, насколько важно создание таких благоприятных условий для людей и получение квалифицированной помощи. Открытие диализного центра в нашем городе сегодня представители компании Nefraline – это знаменательное событие в жизни нашего города, в жизни наших горожан. Находясь в таких заведениях, в таких центрах, наши горожане, пациенты проводят очень много времени, поэтому наша задача обеспечить, чтобы в таких местах наши пациенты чувствовали себя комфортно и безопасно. Далее выступил руководитель проекта Салавдин Мамаков, который поблагодарил руководство города за оказание активной поддержки в реализации проекта, обозначив, что с открытием центра решается проблема не только оказания помощи страдающих тяжелым заболеванием, но и создаются рабочие новые места для молодых специалистов. Самые современные технологии, которые сегодня привезли в город Хасавюрт, это для наших больных, которые будут лечиться там. Но, естественно, хочу выразить околные слова благодарности главе города за ту поддержку и понимание, с которым они подошли к решению этих вопросов. И я думаю, что и в дальнейшем для продвижения этих проектов, скажем, и в Уйнакске, и в другие города, мы со стороны и Министерства здравоохранения тоже нашли понимание и поддержку. Огромное им спасибо. После символического разрезания красной ленты собравшимся провели небольшой ознакомительный экскурс по медицинскому учреждению. Гостям показали два крупных зала гемодиализа, оснащенных необходимым оборудованием. Центр будет работать в три смены и сможет обслуживать до 100 пациентов в день. Весь медицинский персонал прошел квалификационное обучение. Люди с ограниченной почтной недостаточностью обязаны в течение жизни три раза в неделю ходить на эту процедуру. Центр оснастили десятью аппаратами японского производителя Никиса. Это передовик в производстве гемодиализного оборудования. Многие пациенты вынуждены ездить в Махачкалу, в Гудурмес, в Ингушетию за этой услугой, теряя на этом много времени. Помимо технического оснащения в центре созданы комфортабельные условия как для пациентов, так и для всего персонала. Всего по всей стране уже открылось 30 таких центров. В Дагестане это первый, но, как отметили представители, не последний. Принимать первых пациентов лечебное учреждение начнет после прохождения процедуры включения центра в систему обязательного медицинского страхования.